Практически сначала пишут разногласия между Зеленским и Залужином по поводу того, как везти, куда наступать, как обороняться и так далее. И разногласия все эти, примерно такого же плана, как разногласия между Гитлером и его генералами. Последний месяц вообще буквально в классическом стиле заваливает линию фронта трупами. То есть делает все буквально, чтобы российские танки просто ввязали к трупам. С точки зрения репутационных рисков и с точки зрения своего геополитического позиционирования, для них капитуляция Украины – это геополитическая катастрофа. Байден, скорее всего, войдет в историю как американский Горбачок, или даже хуже. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Буквально недавно прочитал, что по информации немецкого издания Bild между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным возникли разногласия на почве Артемовска. Если Залужный считает, что этот город нужно оставить и не держаться за него до последнего, то Зеленский, напротив, считает, что за него нужно держаться как можно дольше. Ну и это решение, понятно, политически мотивировано, скорее всего. А как вы считаете, какая судьба ожидает Артемовск? Будет ли это судьба Мариуполя или его действительно вскоре могут оставить? Ну, во-первых, о разногласиях между Зеленским и Залужным пишут уже не первый день, не первый месяц, уже даже не первый год, потому что уже второй год пошел свой. Практически сначала пишут о разногласиях между Зеленским и Залужным по поводу того, как везти, куда наступать, как обороняться и так далее. И разногласия, все эти, примерно такого же плана, как разногласия между Гитлером и его генералами, когда генералы говорили, что надо спасать войска, отступать, когда вы попадаете в выходное положение. А Гитлер вполне резонно отвечал, что если, допустим, отступят от Никополя и потеряют Марганец, то в таком случае он не сможет обеспечить им танки, не будут у них танковой брони и так далее. Это в Румынии нефтяные промыслы, а еще там откуда-то нельзя отступать, потому что союзники начнут колебаться. То есть политические решения зачастую тоже мотивированы экономическими и военными соображениями. И здесь, когда Залужный говорит, что необходимо спасать войска, то Зеленский ему отвечает, что если спасти войска, но при этом не получить от Запада технику, то эти войска никому не будут нужны, потому что их просто перебьют. Так что кто там из них прав, кто виноват и что там в лучшем, значит, это трудно, так сказать, наблюдая за этим делом со стороны. Да даже, я думаю, изнутри этого процесса трудно сказать, потому что мы не можем поставить два одновременных эксперимента по Залужному и по Зеленскому. Получается все равно что-то среднее. Но то, что Артемовск падет, по-моему, в этом уже не сомневаются даже, так сказать, американцы. И сейчас в американской и европейской крессии буквально последние пару-тройку дней пошло массовый вал статей о том, что надо бы вообще-то Бахму доставить, надо оттуда уйти, надо спасать войска, пока они еще там есть, потому что принесет гигантские потери и так далее. Но Украина вообще несет там гигантские потери уже месяца три, как минимум. Вот с тех пор, как ЧВК Вагнер взяла город в полукольцо, и украинские войска оказались в неудобном положении с точки зрения снабжения, и с точки зрения чисто тактической. Они несут там гигантские, и с точки зрения военной совершенно неоправданные потери. Но они там остаются именно по политическим причинам. И сейчас мы видим то же самое. С одной стороны, вроде бы какие-то части выводятся, а с другой стороны постоянно поступает сообщение, что новые части туда вводятся, причем прямо в котел вводятся. Нет, успеют они вывести войска, не успеют они вывести войска. В общем-то это, я думаю, что это уже даже не проблема. Потому что выходящие сейчас части выходят по прослелевым дорогам, и понятно, что они при этом теряют и технику, и боеспособность, и людей. И по тем самым прослелевым дорогам очень трудно выходить организованно. То есть колонна тут же попадает под обстрел, тут же войска бросают технику, начинают просто убегать на своих двоих, потому что так проще спастись от австралийского снаряда. У одного человека попасть сложнее, чем в машину. Поэтому в любом случае, действительно, потери уже, даже те, о которых просто просачивается информация, потому что Украина же свои потери там не фиксирует официально. Эти потери огромны, и большое количество соединений украинских патриархов и боеспособностей вряд ли ее удастся восстановить в полной мере. Во-первых, потому что западного оружия поступает не так много. Запад давал вооружение чисто из расчета на наступление на одном направлении. И то собирался их поставить где-то там к середине лета в полном объеме. И даже непонятно, поставят ли в полном объеме, потому что непонятно, сможет ли отремонтировать необходимое количество танков, обещанное им. Официально украинские источники сообщают, что новобранцы в Бахмуте живут не больше двух суток. От четырех часов до двух суток. То есть понятно, что когда прибывает соединение, укомплектованное новобранцами, то через двое суток, ну через неделю, оно утрачивает полностью боеспособность, несет значительные потери, а постоянно выводимые оттуда соединения сообщают о потерях свыше 50% личного состава. Поэтому думаю, что да, вопрос падения Бахмута – это вопрос времени. И Мариуполь вон точно не станет, потому что Мариуполь все-таки готовился к такой классической обороне, именно в Савасаде, в окружении, на протяжении нескольких лет. А здесь гарнизон несколько месяцев уже сражается. И, повторяю, он понес серьезные потери, в том числе и материальные потери. У них просто банально не хватает боеприпасов. Соответственно, если сейчас колесо окружения замкнется, то в таком случае, ну, не будет выбор, либо ждать, пока их перебьют, либо сдаться. То есть, опять-таки, вопрос о том, сколько останется в Котлее. Несколько сотен, несколько тысяч человек. Вопрос, будет ли все-таки Зиганский оставлять в войсках в Котлее. Потому что сейчас еще есть возможность, пусть утратившую боеспособность, но их вывести из Бахмута. Но то, что падение его предопределено, и то, что долго он держаться не будет, просто потому что он уже долго держится. Это совершенно очевидно. И, с моей точки зрения, Украине, в принципе, невыгодно оставлять гарнизон на убой, потому что это точно не Мариуполь, который задержал российскую армию на два месяца и дал возможность Украине развернуть войска на югном направлении. Значит, и это не Сталинград. Там, где Гитлер оставлял 6-ю армию у Паулюса, потому что ее было бессмысленно выводить, так как она бы не дошла бы до линии фронта в боеспособном виде, но зато освободила бы, таким образом, 8 советских армий, которые бы просто разнесли в Гребезге правый флан германского фронта, южный флан. Здесь гарнизон долго не продержится, поскольку он будет оставлен. Там, где шли бои, то есть та часть города очень серьезно разрушена. Пока что еще можно, наверное, избежать разрушения других частей. А вот в части там организованного сопротивления, которое дает Украине какие-то преимущества, нет. Да, действительно, украинцы, даже глядя на разные источники информации, погибают в Артемовске в больших количествах. И здесь вспоминается совсем недавнее заявление Зеленского, которое сказал, что украинцы сейчас погибают, и американцы тоже будут погибать за Украину. Как можно расценивать это заявление? Можно ли его расценивать, как завуалированный призыв отправить не технику, а уже живую американскую силу в Украину? Ну, думаю, что до этого пока далеко. Просто, наверное, Зеленскому кто-то подсказал, потому что вряд ли он сам так глубоко анализировал, что Соединенные Штаты слишком серьезно связали свою репутацию с ситуацией на Украине. И с точки зрения репутационных рисков и с точки зрения своего геополитического позиционирования, для них капитуляция Украины – это геополитическая катастрофа. То есть им надо каким-то образом выходить на мирное соглашение, на компромиссное. А не они, не Киев пока не готовы к этому. И Зеленский, которому необходимы расходные материалы, то есть все же самые снаряды для артиллерии, которому необходима техника военная, во все возрастающие количества, потому что Украина же ничего не производит военной техники. В лучшем случае это почти полукустарные мастерские. То есть все, что оставалось от советских запасов, погибло на фронте. Или погибают последние. Соответственно, необходимо увеличивать поставки. Потому что всю технику советскую, которая была восточного блока в свое время, Украине уже поставили. Поэтому требуют Украины, давайте западную. Если другой нет, то давайте западную. Давайте хоть марсианскую, чтобы была техника, чтобы было на чем воевать. Поскольку, опять-таки, Зеленский тоже связал судьбу с этой войной. Соответственно, он говорит американцам, что если не будут воевать украинцы, если вы не сможете их обеспечить оружием, техникой, снарядами, патронами, расходными материалами, то тогда придется воевать американцам. Потому что это же ваши уже будут риски. Тем более вы не можете допустить для себя уже геополитической катастрофы. Значит, варианты. А, там, заставить поляков, румын, немцев, еще кого-нибудь, прибалтов, повоевать. Значит, они же не хотят без американцев. Значит, придется принимать на себя какой-то их. То есть, посылать свои войска или каким-то иным образом вступать в горячую войну. Вот, собственно, на это им Зеленский намекает. Не на то, что пора войска приставать, а на то, что, если не пришлете и технику и вооружение, ну тогда, значит, через некоторое время вы столкнетесь с Россией в чистом поле уже самостоятельно. И, в общем-то, я не могу сказать, что он полностью не прав. Американцы, конечно, очень хотят избежать риска непосредственного столкновения с Россией. Но логика развития событий и американская постоянная игра к повышению ставок приводит их к тому, что опасность мировой войны растет буквально на глазах. И они фактически уже дошли до предела. Причем мы об этом неоднократно уже говорили открытым текстом, даже не намекали, просто говорили открытым текстом, что они идут по пути разжигания ядерного конфликта. И что они угрозой, потому что в свое время Клинтон, когда она баллотировалась в президенты, неудачно, говорила, вот я стану президентом, я займусь ядерным шантажом России, поставлю ее в вилку. Либо ядерная война, либо Россия уступает. Так вот, заранее, говорят, Россия не уступит. Ну, война так война, ядерная так ядерная, но Россия не уступит. Россия отступать тоже не будет. Поэтому опасность реальная, очень серьезная. В этой статье грех повышать ставок, в общем-то, я не знаю, не думаю, что сам Зеленский до этого всего додумался, но, может быть, кто-то подсказал ему, что таким образом можно достаточно активно и эффективно шантажировать американское правительство. Это классическая ситуация, когда хвост пытается вилять собакой. Вы сказали, что в случае поражения США в украинском конфликте их ждут плохие для них геополитические последствия. Можно ли здесь говорить, что в этом случае Украина для них станет новым Вьетнамом? Или последствия будут еще более катастрофическими для них? Ну, значительно хуже. Дело в том, что Вьетнам оказался для американцев даже в каком-то смысле полезной таблеткой. Они реформировали армию, они извлекли из этого уроки, они сами стали устраивать другим Вьетнамом. То есть они поняли, как этот механизм работает, и стали использовать в своих интересах. Но это было еще здоровое американское общество на подъеме, которое еще двигалось к своему успеху. А сейчас американское общество, американская экономика, вообще американская система находится в упадке. Это возможность реформирования в начале 90-х, после спада Советского Союза, когда исчезла необходимость в экономике, в накачивании экономики необеспеченными деньгами и так далее. Возможности реформирования не прошли. Причем прошли сознательно, потому что уважаемые люди вроде Байдена, Клинтона и всех остальных не хотели терять совершенно и бесплатные деньги, которые буквально просто сами валились в их карманы. Система достигла предела своего расширения, дальше расширяться не может. Она начинает коллапсировать. Они пытаются выйти из этого коллапса за счет поедания либо России, Китая, либо за счет своих союзников. Россию и Китай пока что не получается съесть. То есть хорошего решения у них впереди нет. Им все равно надо пройти через очень серьезный кризис. Тем чем дольше не тянут время, тем страшнее этот кризис становится. Соответственно, для них сейчас еще и геополитическое поражение это обвал системы в ней регулируем кризис. Допустим, Trump им предлагал войти в регулируемый кризис и путем серьезных экономических издержек, но попытаться восстановить свою собственную промышленность, сделать Америку вновь великой. Идея простая. Сокращаем свою внешнеполитическую активность, прекращаем на время агрессивную политику, собираем Америку заново, пересобираем, реформируем экономику, репутинскую систему, восстанавливаем промышленное производство и все восстанови, это с новыми силами бросаемся в очередные лыжи. Значит, а политика группировки, которые возглавляют Байдена, она на том и лет нет. Мы уже ничего не сможем реформировать очень долго. Если мы сейчас прекратим свою авантюру, мы просто потерпим катастрофическое поражение, поэтому невозможно сейчас идти путем под параметра, уже поздно это дело. Поэтому надо из последних пытаться выскочить хотя бы на выдохе. Вот Советский Союз уже развалился, вовремя. Почему не понадеяться на чудо, на то, что там сейчас в России какие-то потрясения начнутся, можно еще этим потрясениям немножко поспособствовать. Глядишь, тоже какое-нибудь чудо случится, значит, и Америка спасется. Поражение на Украине для американцев это гвоздь в крышку группы их надежд. Потому что это сразу же демонстрирует всему миру, что собрав совокупный ресурс Запада, всего Запада, бросив его против одной России, американцы не смогли одержать не только военную победу, с военными победами всякое случается. Саудовская Аравия тоже не может победить в маленьком Йемене, составе большой Галии. Они не смогли одержать финансово-экономическую победу. Это самое главное. До сих пор вся пропаганда Соединенных Штатов строилась на том, что там с этой Россией разговаривали. 2% да мы сейчас одной левой взмахнем и экономика в России исчезнет, финансовая система исчезнет, социальная стабильность исчезнет и Россия просто разговаривается. А прошел год и выясняется, что в России все в порядке, Россия развивается. Запад терпит не просто серьезные экономические убытки, он вступил в серьезный кризис, в системный кризис. Если на этом фоне еще коллективный нато терпит поражение на Украине, это все. То есть весь мир понимает, что с ним можно не считаться больше, вообще не считаться. А поскольку они всем надоели взглядом, это полностью ликвидируют западную систему. Ведь она по большому счету базировалась на страхе третьего мира перед западным. И таким образом позволяла перекачивать ресурсы в пользу западных стран. Если начать жить на свои, это катастрофа, немедленная катастрофа. А жить на свои придется начать. Уже сейчас даже еще на Украине ничего не кончилось. И задолго на Украине что-то купилось. Центральная Африка начала выходить из-под французского влияния. Латинская Америка стала выходить из-под американского влияния. Если сейчас речь идет об отдельных странах или группах стран, то украинская катастрофа принесет моментальный выход всего мира из-под чинения своих катастроф. Я думаю, что у них даже будет вопрос о сохранении Европы. Потому что еще здоровое ядро в Западной Европе вполне может попытаться вырваться из-под американского диктата и сохранить хоть что-то для себя. С Восточной Европой это, конечно, сложнее. Скорее всего, они так и останутся на побегушках. Но в Западной Европе есть еще вполне здоровые политические силы, которые могут попытаться вырвать свои страны. Может, не все. Там вообще вопрос устойчивости Евросоюза будет. Вырвать страны американского диктата вывести их в свободное плавание даже в союз России, но спасти остатки экономики, спасти остатки социальной стабильности. То есть можно сказать, что Россия таким образом искореняет этот страх третьего мира перед коллективным Западом, показывая, что он не так страшен, как его молюют? Я думаю, что Запад сам его искореняет. Потому что Россия изначально предлагала договориться. в конце концов Россия не претендовала на власть над миром, Россия интересовала только уважение ее интересам, учет интересов ее безопасности. Всего остального у нее своего хватает. Но Запад решил доказать, что договариваться он ни с кем не будет и что противоречить ему опасно. Но если вы бросились на кого-то с намерением убить и не смогли реализовать это свое намерение, то с высокой степенью вероятности вас или убьют или покалечат, ну или в лучшем случае отправитесь в судьбу. Ну вот и у Запада так же получается. Не реализовал он свое намерение, значит не смог реализовать свое намерение разрушить Россию. И оказался сам перед перспективой разрушения. Ну кстати говоря, я слышал множество мнений о том, что поскольку поставки техники в Украину пока что не имеют такого ожидаемого результата, то есть российская армия по-прежнему наступает, то в скором времени Запад может начать помогать уже живой силой. Как вы считаете, можно ли ожидать такого развития событий? Дело в том, что американцы давно пытаются реализовать эту тему. Поляков давно заталкивают в войну. Причем заталкивают по-разному и через Западную Украину, через конфликт с Белоруссией, как угодно. Румын заталкивают в войну, пытаясь организовать кризис в Днестровье искусственной, который частное дело становится молдавским кризисом и с учетом особых взаимоотношений Румынии с Молдавией и прорумынского правительства сейчас в Кишиневе с высокой степенью вероятности вовлекает Румынию в боевые действия. Американцы все это пытаются сделать. При всей польской самоуверенности польские политики не хотят воевать самостоятельно за американские интересы. Они говорят, да, пожалуйста, воевать со всей готовой, но вместе с вами. Американцы говорят, нет, без, мы помогать будем, как украинцы. А украинцы говорят, нет, как украине не надо. Вот так не надо. Мы посмотрели, нам не нравится. результат видимо. И дальше вопрос просто, сумеют американцы затолкнуть вот эти страны в войну. А там и Германия на очереди. если они смогут затолкнуть Польшу и Румынию, они займутся Германией, тоже заталкиванием ее в боевые действия. Им не важно, боеспособна армия или не боеспособна. Им важно, чтобы она боевала. Потому что любая следующая армия это какое-то количество подготовленных бойцов, какое-то количество техники, какое-то количество авиации и так далее. И все это поступает, просто даже затягивает конфликт, обеспечивая американцам время и пространство для маневра политического, военного. Поэтому да, они хотят. Они хотят практически довести войну до состояния общеевропейской. Они считают, что в таком случае они все еще будут контролировать конфликт. Но в конце концов получится у них или не получится зависит непосредственно от государственного руководства каждой отдельно взятой страны. Потому что в конечном итоге решает конкретный Янукович, Зеленский, Порошенко, Макрон, Шольц и так далее. Как они будут поступать? Дуда. Вот они принимают окончательное решение. Американцы могут давить, могут обещать, могут угрожать, могут шантажировать и так далее. Но конкретное решение принимает политическая элита каждого государства отдельно. Какое решение они примут, мы не знаем. Есть одни варианты и другие варианты. И да, я считаю, что самая опасная ситуация с Польшей. Во-первых, Польша испокон веков является государством русофобским. Во-вторых, потому что польская элита сейчас накачивает русофобию в гигантских размерах. В-третьих, потому что поляки практически создали у себя в стране мнение, что вот этот кризис должен закончиться при соединении к Польше новых территорий. и не могут сейчас просто взять и обойти эту тему и сказать, ну ладно, не получилось. Значит, правительству будет сложно объяснять народу, почему не получилось забрать назад польский город. А для того, чтобы что-то забрать назад, надо угрызться с Россией. Потому что Россия, в принципе, могла бы устроить, могла бы переход части областей с западноукраинских под польский контроль. Там бандеров с ними поляки расправятся как хотят. Они их любят. И главное, они их умеют осимилировать. Но России совсем не надо, чтобы там создавался какая-то квазиукраинская государственная даже какая-нибудь квазиавтономия состоит в Польше. А под давлением США поляки могут на это пойти, сохранить какие-то остатки, пусть в автономном виде, сохранить остатки украинской государственности, чтобы потом можно было претендовать на все остальные территории Украины или когда-либо состав Украины входившие. И постоянно иметь запал до разжигания новой войны. Поэтому для того, чтобы каким-то образом решить украинский вопрос, полякам надо вести прямые переговоры. украинский вопрос, россияне этого делать не хотят. И на этом американцы играют. И на этом американцы играют. И раскачивая вот эту вот тему территориальных претензий в Польше, сложной политической ситуации в Польше, они пытаются поставить польское правительство перед выбором между плохим и худшим. Между войной с Россией и социальной дестабилизацией самой Польши. Поэтому я считаю, что польское направление самое опасное. Румыны имеют гигантский опыт. Они всю свою историю выворачиваются от участия в войнах или в войнах и перебегают с одной стороны на другую сторону. Они уже заявили на государственном уровне, ну, ради бога, победит Россия на Украине, значит, мы перейдем в сферу влияния России по-другому. Для них такой вариант не страшен. Для поляков страшен. Поляки себе не представляют, как это они опять окажутся в сфере влияния России. Поэтому можно ожидать самых крупных неприятностей. Но пока что американцы как-то не стараются, но несколько месяцев подряд уже не могут заставить Польшу уплевать без поддержки НАТО. Ну, тем не менее, во время визита Байдена в Варшаву речь шла о том, насколько я помню, что в Польше нужно расширять инфраструктуру НАТО, которая и так уже достаточно широкая, скажем так. Ну, это опять-таки это один из элементов опасности, да, то есть польские власти считают, так же, как, кстати, прибалтийские, если на своей территории расположат одну-две американские дивизии, то в случае боевых действий польская территория будет гарантирована, потому что вступление на польскую территорию вражеских войск будет означать столкновение с американцами, автоматическое вовлечение американцев в войну. Значит, прибалты тоже так считали, когда требовали размещения на своей территории НАТО польской бригад. Пусть на ротационной основе, пусть там бывают канадцы, бывают немцы, бывают американцы, бывают англичане, вот, но это несколько не так были, как они себя представляют. Например, в Прибалтике американцы вообще не скрывали, что в случае начала войны с Россией они собираются в свои войска эвакуировать раньше, чем те столкнутся с российскими. и все остальные тоже так же исходили из этого же. Значит, в случае польского кризиса, опять-таки, американцы будут решать, что делать с их войсками. Их войска, как приехали, так могут и уехать. Причем, как показывает практика и опыт, американцы, спасая солдат, могут даже тех не попросить. Для них важно просто, чтобы не было кровавых потерь среди, собственно, солдат. Тогда внутри страны никто даже не спросит, а что там у нас было, собственно, больше. Вы сейчас Афганистан имеете в виду, да? Да, не только Афганистан. Для них бросить технику, бросить материальные ресурсы, это, на самом деле, как раз плюнуть. Просто дело в том, что они, опять-таки, они тоже привыкли к тому, что они легко и много производят. И, если я на то, что они уже нелегко и немного производят, но, тем не менее, материальные ресурсы они все еще не ценят. Поэтому им достаточно легко эвакуировать свои войска, например, просто присылают самолет и грузить до солдатов. Если нет возможности выйти колоннами с техникой. Но, опять-таки, я думаю, что никто не будет ловить американские колонны с техникой, если они вдруг отправятся из Польши в Германию. Зачем? Пусть уходят. Поэтому, даже размещение американских войск на польской территории не дает полякам однозначных гарантий безопасности. Но поляки могут преувеличить значение нахождения американских войск на своей территории и в случае, если решат, что этих войск нам достаточно, могут начать продлить более агрессивную политику и таки втянуться в военный конфликт. Тем более, что вариантов у них очень много для того, чтобы зайти. Там даже можно просто вначале оказаться на западной Украине, а потом американцы уже организуют нужную провокацию. Поэтому Польша слабое звено. Поэтому опасность размещения американских войск заключается не в том, что американцы будут воевать, а в том, что они создадут иллюзию дополнительной безопасности у поляков. Ранее вы упомянули Молдову и Приднестровье. А следует ли там ожидать провокаций? Там может организовать провокацию скорее всего Киев. Причем я не уверен в том, что они рискнут. Потому что им необходимо договориться с Молдавией. Молдавия очень сложная ситуация. Она традиционно является одним из самых политически устойчивых государств на постсоверском пространстве, несмотря на то, что они меняют за правительством. Молдавская политика, молдавские политики разделены на три большие группы. Европейстов, которых почему-то называют пророссийскими, молдаванистов, то есть молдавских националистов, и руманофилов, то есть руманофилов. И вот эти три группы постоянно вступают друг с другом во временные коалиции. И то одно предусмещают, то другое предусмещают. Но румыны часто приходят к власти вместе с молдавскими националистами. Но у них тут же начинаются проблемы, потому что румын для того все хорошо, мы уже победили, все ли надо вступать в Румынию. А молдавские националисты говорят, нет, в Румынию вступать не надо. Потому что мы молдаване, у нас молдавское государство, молдавский народ, молдавский язык, значит, все у нас молдавский, да, мы похожи на румын. Но уже, кстати, не молдавский язык, у них же принимают закон о том, что он будет румынским. Да, они принимают этот закон, во-первых, он противоречит Конституции, они хотят, дело в том, что у Санду нету большинства конституционного в парламенте, и она пытается обычным законом обязательности изменения в Конституцию. То есть, это, по сути дела, элемент государственного переворота, элемент превышения полномочий парламента и так далее. Но пока что не только еще в стадии принятия этого закона. И пытаются переименовать молдавский язык в румынский именно для того, чтобы провести ползучую руманизацию и показать, что мы уже победили. Нечего больше дергаться. Поэтому молдавские националисты очень серьезно борются против румынской опасности. Это единственная страна постсоветская, где местные националисты выступают не столько против России, сколько против Румынии. Для них Румыния представляет прямую явную угрозу. За счет этого трехчленности Молдавия постоянно была достаточно устойчивой и ни одна из этих группировок не могла продавить проведение своей политики. Поэтому молдавская политика была достаточно критичной. Страна была достаточно внутренне устойчивой. Сейчас Санду пытается пойти путем государственного переворота. Она пытается запретить оппозицию, подавить. У нее есть поддержка спецслужб, но у нее нет поддержки армии. Потому что для того, чтобы победить большинство политики, большинство населения, Санду нужна маленькая победоносная война с участием Румынии. Маленькая победоносная война это Приднестровье. Приднестровье это конфликт с Россией. Румынские генералы не хотят, то есть молдавские генералы не хотят конфликнуть с Россией. Во-первых, потому что они понимают, что может случиться, как на Украине, даже хуже и быстрее. Значит, это первое. Второе, они не видят для себя никакой перспективы. Потому что они либо проигрывают Россию, и в таком случае не военные преступники, которые развязали агрессивную войну. либо же каким-то чудом Румыния, Молдавия, Украина выигрывают Приднестровье, но тогда Молдавия оказывается частью Румынии. А румынской армии не нужны молдавские генералы. Абсолютно не нужны. Они в одном и в другом случае теряют. Теряют свое положение. Поэтому армия не хочет воевать в Приднестровье. И Санду не может сломать волю армии пока что. Она ищет обходные пути. Один из обходных путей это конфликт с Украиной. Но это Приднестровье должно напасть на Украину. Потому что если Украина нападает на Приднестровье, то так как Приднестровье абсолютно никем не признано, то оно нападает на Молдавию. В таком случае оно нападает на Молдавскую территорию, и Молдавия должна как-то реагировать на это. Тем более, что у Молдавии с Приднестровьем сейчас нет противоречий. У них нормальные экономические отношения. Они ведут длительные переговоры о реинтеграции, но по-моему даже Кишинев не очень хочет о реинтеграции. Просто не может отказаться, но не рвется реинтегрировать с Приднестровьем. Дальше возникает логичный вопрос, как организовать это нападение. Либо украинцы организуют какую-нибудь провокацию. Как показывает практика у них с провокациями плохо получается. Все провокации решены белыми нитками. Либо Зеленский просто дает команду попасть на Приднестровье с цеплной и ладно, а там как-нибудь разберемся. Зеленский может отдать такую команду, тем более, что ситуация для Украины критическая, на фронте положение сложное. от падения Бахмута надо будет внимания отвлекать. И самое главное, что падение Бахмута может повлечь к катастрофе всего фронта. И соответственно надо будет компенсировать это. Надо будет пытаться остановить российские войска на каком-то другом рубеже. А для этого надо будет отвлечь Россию резервы на какую-то сложную операцию. Например, на Приднестровье. Но опять-таки это большой риск, потому что де-факто это нападение на молдавскую территорию. И как проявить молдавское правительство сказать сложно, потому что САГД уже несколько раз вбел и у нас в Приднестровье все в порядке. У нас в Приднестровье все в порядке, никаких проблем у нас нет. Хотя периодически они говорят диаметрально противоположные. И она ее пример. Если реакция будет Украине неприятная, то это может стать началом вообще международной изоляции режима зеленского, потому что в Европе тоже есть силы, которые спят и видят вырваться из ловушки, которые загнали американцев. И готовы воспользоваться любым благоприятным предлогом, который сказать, ну послушайте, Украина сама начала адресимую войну в Молдавии. Зачем же она напала на Молдавию, если она уже воюет с Россией? Поэтому решиться или не решиться Зеленский сказать сложно, но учитывая, что у него психика неустойчива от политических проблем ворох, и он продолжает нарастать ворох проблем, то я бы не сбрасывал бы со счетов возможность начала агрессивной войны против Приднестровья с одними только украинскими силами без участия Молдавии. При неопределенной позиции Молдавии и при неопределенной позиции Румыни. А уже, кстати, помните, в прошлом году было что-то похожее на провокации, когда на территории Приднестровья произошло несколько взрывов? Да, было. Но дело в том, что блокаду Приднестровья, нападение на Приднестровье Украина рассматривает как вариант, начиная с эпохи президентства Ющих. И то, что там блокады и нападения не состоялось, это, собственно, результат взвестной политики Кишинева, потому что именно Кишинев отказывался от участия в блокадах. То есть, как это, может быть, странно выглядит, но Украина начинала организовать блокаду Приднестровья со своей стороны, а прорвалась эта блокада через территорию Молдавии. Молдавия помогает Приднестровью в выходе на международные рынки, они же выходят через молдавские сертификации и так далее. И это выгодно, это сотрудничество выгодно и Кишиневу, и Террасполь. Поэтому Украине просто прийти и сказать, послушайте, мы давайте еще вы побою понесете определенные убытки. Но видите, мы же несем. Может быть, для Украинцев это аргумент, но для Молдаванов это не аргумент. Они не хотят нести убытки, они и так не богатые и совсем хотят стать еще беднее и несчастнее. Поэтому ситуация там очень неопределенная. С одной стороны, прорумынскому правительству нужен кризис, нужна маленькая война, которая позволит толкнуть процесс руманизации, толкнуть процесс интеграции в Румынию. С другой стороны, есть определенные условия, которые ограничивают их возможности по инициации такой войны. И делают их реакцию на возможную украинскую инициативу абсолютно непредсказуемой, неопределенной. Поэтому решиться Зеленский или не решиться это вопрос сложный. Может решиться, может решиться, потому что ему уже по большому счету терять нечего. А это как? Утопающих хватает за засолонку. А вот что касается недавнего турне Блинкена по Средней Азии, где он встречался с руководителем, если не ошибаюсь, пяти бывших постсоветских республик, ну, понятно, если какой-то американский чиновник летит куда-то, будь то Средней Азии или Тайвань или что-нибудь еще, то это явно не просто так. А как вы считаете, можно ли ожидать каких-то, решения в Средней Азии? Для чего вообще Блинкен туда мог отправиться? Ну, ожидать-то всегда нужно, не можно, а нужно. Потому что для Соединенных Штатов важно обложить Россию со всех сторон, растянуть ее силы и так далее. Это, понятное дело, поступал бы любой враг. Нормальная стратегия, разумная стратегия, я бы сказал. Но уже сам факт визита Блинкена в Среднюю Азию это собственно создание квази-горячей точки. Потому что в любом случае понятно, что прилетал туда с недобрыми намерениями. Понятно, что он пытался инициировать и более активную работу проамериканских среднеезиатских и пообещать местным правительствам для того, чтобы они заняли более жесткую позицию по отношению к России и так далее. В любом случае он уже пусть по минимуму, но внимание ресурсу Москвы на этот регион отлет. То есть так или иначе, но до тех пор, пока не станет понятно, что ничего серьезного не произошло и в ближайшем будущем не предвидится, все равно за регионом надо длительно наблюдать и быть готовыми оперативно реагировать на всякие неприятные неожиданности. То есть сама его поездка это уже ход, который несет определенную угрозу для России в данном регионе. То, что Соединенные Штаты там вряд ли смогут сделать что-то серьезное, это понятно, потому что регион находится в тисках между Россией, Китаем и Ираном. Все три страны союзники, ни одна страна не заинтересована в уделении американских позиций в Средней Азии и действуют в общем-то и Тегеран, и Пекин, и Москва сейчас вполне согласованы. Поэтому там просто местным правительствам хотят, они не хотят деваться особенно никуда. Они могут заигрывать с американцами до определенного предела, причем в учет того, что у них серьезное есть. Особенно в Казахстане, в Киргизии есть серьезные прозападные элиты. Заигрывают даже в какой-то степени непонятные. Даже с точки зрения необходимости сохранения воли и нестабильности для них. Но серьезно изменить политику свою они вряд ли смогут. Просто потому, что американцы далеко, а все остальные очень близки. Еще такая новость интересная. В США несколько десятков республиканцев проголосовали за то, чтобы президент Байден прошел так называемый тест на когнитивные способности. И у вас была такая интересная цитата, что Байден, он новым Кеннеди ни в коем случае не станет. Даже если его сострелят в Далласе, это не сделает из него нового Кеннеди. А как вы считаете, какое место в истории США займет Байден? Это будет Клинтон или это будет Никсон? Байден скорее всего войдет в историю как американский горбачок или даже хуже. Я не знаю, будут ли после Байдена президенты Америки, наверное, еще кто-то будет при теракциям. И вполне возможно, что Америка со временем из этого кризиса выкарабкается. У нее достаточно серьезный запас прочных подмитрий. Хотя, конечно, таких кризисов как сейчас она не переживала никогда. И это останется с ней надолго и как раз этот кризис будет связан с именем Байдена. То есть Байден будет надолго в истории останется наихудшим президентом Америки, который если не уничтожил Соединенные Штаты, то сделал многое для их уничтожения. И думаю, что это ему уже никак не изменилось. И даже не потому, что он страдает деменцией, не потому, что фактически является марионеткой в фюриках. Он в какой-то степени является символом. Так же, как Трамп является символом одной группы, ведь он же не сам себя представляет, это серьезная группа промышленников, которые пытаются изменить американскую политику, перенаправить ресурсы, финансы из финансового сектора, промышленного сектора, и так далее. Точно так же Байден является символом другой группировки. Хилари Клинфон оказывает на эту группировку значительно большее влияние. Но символом ее в последние годы стал Байден. Возможно, за счет своей неадекватности, за счет того, что он постоянно перед телекамерой постоянно умудряется что-то там учудить. И тем самым привлекает внимание к своей неадекватности, а эту неадекватность экстраполирует на неадекватность американской политики. Байден очень хорошо вписывается в современное представление Соединенных Штатов. Соединенные Штаты в представлении окружающего мира выглядят таким же достаточно богатым, наглым, агрессивным и неадекватным политиком, который плохо понимает, что вокруг него происходит. Возможно, поэтому. Но он стал символом современной умирающей Америки. И он уже, наверное, останется другой. Другой вряд ли будет. Что ж, спасибо вам большое за эту беседу, за интересные, содержательные и развернутые ответы. Спасибо вам.